Коннектомика — это относительно молодая наука, изучающая структуру связей в нервной системе. И она включает в том числе картографирование и анализ архитектуры нейрональных связей. Основная проблема коннектомики — это время, потому что самые современные микроскопы способны сканировать при оптимальном разрешении очень небольшие объемы данных. И при этом, даже при этой скорости, мы можем только через 70 тысяч лет получить полное сканирование мозга человека. В прошлом году был опубликован коннектом кубического миллиметра мозга человека. Около года сканирования более 57 тысяч клеток, из них всего 104. проверенных, 133 миллиона нотированных синапсов — это всего лишь кубический миллиметр мозга. И это самый, если я не ошибаюсь, полный фрагмент коннектома человека, который сейчас существует. И в связи с этим получение изображения — это еще только верхушка айсберга по сравнению с тем, сколько времени тратится на постобработку этих всех данных. В связи с этим в ближайшее время получение коннектома мозга человека представляется маловозможным. В связи с тем, что структура некоторых связей в мозгу у животных сходна, нейробиологи прибегают к помощи модельных объектов. В частности, в 2011 году был получен фрагмент одного из оптических нейронов у дрозофилы. Сканировали они три дня, но при этом постобработка заняла около 10 лет. В 2013 году они получили датасет всех оптических долей. А в 2020-м наконец-то получили большую часть центрального нейропиля. И опять же мы можем резумировать, что даже дрозофила слишком велика для коннектомики. Основное направление эволюции насекомых, одно из основных, — это миниатюризация. В результате миниатюризации некоторые, в экстремальных случаях, некоторые насекомые становятся сравнимы по размеру с одноклеточными организмами. При этом миниатюрные насекомые, сравнимые по размеру с нейроном в мозге человека, — это полноценные насекомые, обладающие сложным поведением, значительно меньшим числом нейронов, как показали наши пилотные эксперименты, способные к обучению. Но при этом оно маленькое, мы можем просканировать его сразу, получить полную нервную систему и проследить цепь связей непрерывную от органов чувств к соответствующим центрам мозга. Медофрагма интересна еще тем, что у нее есть уникальные особенности. У взрослого насекомого лизируется более 97% ядер в нейронах. Если мы рассмотрим другое миниатюрное насекомое, которое крупнее мегафрагмы, мы увидим, что есть корковый слой и нейропиль. У мегафрагмы же присутствует практически только нейропиль и одиночные нейроны у взрослых особей сохраняются. Поэтому интересно посмотреть строение безъядерных нейронов цепей. Для расшифровки фундаментальных механизмов удобнее взять объект, который легко реконструировать. В данном случае грибовидные тела отлично для этого подходят. Это ключевые ассоциативные центры мозга насекомых, которые участвуют в широком разнообразии процессов обучения и памяти, объединяя и связывая информацию от сложных органов чувств. И оно представляет собой идеальную систему для изучения принципов соединения различных сенсорных каналов. Способность интегрировать информацию, поступающую из различных сенсорных систем, является фундаментальным свойством мозга. Цепь связи грибовидных тел с антенальными долями довольно хорошо изучена у насекомых, в то время как цепь связи оптических долей с грибовидными телами изучена недостаточно. Реконструкция цепи, особенно с участием безъядерных нейронов, имеет фундаментальное значение для анализа зрительной ассоциативной памяти у насекомых. Цель нашей работы была комплексное изучение строения и ультраструктурной организации ассоциативных центров мозга мельчайших насекомых. На первый год был запланирован аллометрический анализ ассоциативных центров широкого круга представителей микронасекомых и сравнение их с крупными представителями, а также изучение ультраструктурной организации и клеточной реконструкции нейронов грибовидных тел. В нашем распоряжении был полный стек срезов головы мегафрагмы, просканированный с высоким разрешением во всех плоскостях, на основе которого мы могли смоделировать не только нейропиллярные центры, но и поклеточные их строения, а также субклеточную ультраструктуру. На основе гистологических срезов нами были выполнены модели мозга и основных нейропиллярных центров разных представителей микронасекомых. Также на основе стека электронной микроскопии были выполнены клеточные реконструкции грибовидных тел и отдельных нейронов. Лометрический анализ показал, что с уменьшением размера тела многие нейропиллярные центры мозга, в том числе ассоциативные, меняются изометрически. Однако в некоторых группах наблюдается различие, и связано это по большей части со степенью развития то ли иной сенсорной модальности у насекомых. Также мы проанализировали строение мозга мельчайших насекомых из мельчайших свободно живущих жесткокрылых и перепончатых крылых. И показали, что в случаях экстремальной ментализации она по-разному отражается настроением мозга. В частности, у мельчайших жесткокрылых, сцедозел и мусавасянтис, в мозге сохраняется клеточная кора при сходном размере тела с мегафрагмой. Однако у трех видов рода мегафрагмы клеточная кора в классическом понимании отсутствует и остается лишь единичный яд. Возможно, это связано как с образом жизни, так и с внешним строением. У мельчайших жесткокрылых отсутствует шейный отдел, и у мозга есть возможность сместиться в грудной отдел, что и происходит. А у мегафрагмы тонкая шея, мозгу деваться некуда, и пресс на него, возможно, сильнее у мельчайших перепончатых крылых. Нами были реконструированы грибовидные тела по клеточной. Также показано, что грибовидные тела у мельчайших перепончатых крылых состоят всего из 56 клеток Кеннина. Для сравнения, у крупных перепончатых крылых 340 тысяч клеток Кеннина, а у дрозофилы 5 тысяч клеток. У мегафрагмы всего 56. При этом грибовидные тела сохраняют общий план строения. Имеется и чашечка, образованная дендритами клеток Кеннина, и ножка с латеральными и медиальными долями. Клетки подразделяются на два типа, образующие бета и альфа-бета-штрих, и альфа-штрих доли грибовидных тел. Также строение этих нейронов немножко отличается. Если проанализировать строение ультраструктуру нейронов грибовидных тел, то мы видим, что у ядросодержащих нейронов, напомню, у мегафрагмы большая часть нейронов безъядерные. У ядросодержащих нейронов, естественно, присутствует сома, в которой имеется ядро, аппарат Гольджи, и ряд произволенных элизосом, в расширенных терминалях дендритов имеются крупные древовидные, иногда червовидные митохондрии, а единичные митохондрии присутствуют в расширениях терминалей аксона. При этом нами были обнаружены электронно-плотные сферические образования, и мы предполагаем, что это РНК-белковые комплексы. В безъядерных нейронах отсутствует ядро, сома очень маленькая, в нем помещается только митохондрия, там также отсутствует аппарат Гольджи. Однако строение терминалей дендритов и аксонов с целом схоже с ядросодержащими нейронами, за исключением того, что в безъядерных нейронах гораздо больше этих, как мы предполагаем, РНК-белковых комплексов, которые, вероятно, имеют большое значение для безъядерных нейронов, поскольку являются резервным источником РНК. Собственно, нами была выполнена предварительная реконструкция нейронных цепей от оптических долей к грибовидным телам, и она показала наличие прямого пути связи третьего оптического нейропили с чашечкой, с центральной частью грибовидных тел, напоминающую таковой путь, один из путей у крупных насекомых. Однако это только начало работы, которое запланировано на второй год, и в дальнейшем мы планируем осуществить поиск второго параллельного пути связи с грибовидными телами, а также аннотировать синаптические контакты и проанализировать силу этих нейронных цепей, и полученные данные проанализировать в контексте результатов фатологических экспериментов с этим насекомым. У меня все, спасибо. Спасибо вам большое. Она тяжелая. Теперь, возможно, у коллег появились вопросы по выступлению, по исследованию. Прошу. Здравствуйте. Спасибо. Что известно по поводу поведения мельчайших жестокрылых и мегафрагмы? Поведение, способность к обучению что-нибудь исследовалось? Разрешается? Спасибо за вопрос. К нами были проведены опыты по изучению способностей и мельчайших жестокрылых, и мельчайших перепончатых крылых к обучению, к ассоциативному. Мельчайшие жестокрылые показали, что они способны. Пока работа с мельчайшими перепончатых крылыми идет, потому что немного нужно, наверное, изменить характер эксперимента, потому что у них немножко по-другому все. Они отличаются тем, что мельчайшие жестокрылые свободно живущие. Они живут в почвенном субстрате или в тропиках, в трубочках геминофора грибов. Собственно, дальше субстрата могут перемещаться между субстратами, и от него далеко не уходят. А мельчайшие перепончатые крылые – это паразиты трипсов яйцевые. И весь метаморфоз их происходит в яйце хозяина, они только выходят и на листе ищут своего партнера. Поэтому протокол эксперимента должен быть немножко разным. В случае исчезновения коркового слоя пропорции объема рапири как-то меняется, он не становится больше? Спасибо за вопрос. Нет. Нами также было проведено исследование развития мозга у мегафрагмы. И вот если мы будем смотреть на куколку последнего возраста, после которой имага выходит из яйца, там есть ядра нейронов, больше 8 тысяч ядер. А при этом у имага в течение нескольких времени эти ядра пропадают. Объем нейропеля не изменяется. Из чего мы можем сделать вывод, что это не нейронный лизируется, а только ядра. И последний вопрос. Неправильно я понял, что 56 — это нейроны все ядерами? Нет, это всего. Спасибо. Смотрите, вопрос у нас в чат поступил от Вадима Сулимова. Вы сами получали экспериментальные данные и что они собой представляли? Я, к сожалению, не очень хорошо понимаю вопрос, но да, это был наш объект. Сканировали, сканировали. Естественно, микроскоп не нас. Микроскоп — это прототип был разработан Джанели Ресерч Кампус. Собственно, мы отправляли им образец, они сканировали, у нас есть дата. Ну, то есть это уникальные данные, полученные под ваши исследования. Да, да, да. Получала сторонняя организация. И вот у меня родственный вопрос, развивающий эту же тему. Ну, собственно, у вас в результате ваших исследований получены уникальные данные. Вот эти 2D, 3D изображения, модели. И они могут быть использованы в качестве обучающего материала для курса, для различных курсов по применению машинного обучения для анализа научных изображений. Вы планировали как-то их выкладывать в открытый доступ или нет? Это такой вопрос, но поговорить. Ну, пока дело в том, что, насколько я знаю, у Джанели есть как бы свои договоренности о том, что если в течение какого-то времени по этому стеку будет что-то опубликовано, вот, а через какое-то время, допустим, ну, не знаю, 3 года, 2 года, он будет выложен в открытый доступ. Поэтому у нас нет некоторая гонка по поводу того, чтобы побыстрее еще на этом как можно больше опубликовать своих статей. Но да, почему нет? Это даже нам на руку. Через 2-3 года можно их ждать, да. Спасибо большое. Вот еще был вопрос. Для собственного позвания, спасибо. А это вот в обычной микроскопии смотрятся вот эти вот структуры, эти вот маленькие все они какие-то и расчеты. Это чисто просто для... Ну, вот этот стек, это электро... Это двулучевая ионная электронная микроскопия. Ну, это, в общем, такая разновидность трехмерной электронной микроскопии. Световой микроскоп... С предпосительным высоким давлением, да, с маленьким потенциалом. Ну, нет. Вот. Ну, как бы общее какое-то строение, гистологию, можно и на световой микроскоп посмотреть, да. Ну, как бы клеточное только на электронном. Спасибо, Калина, еще вопросы. Спасибо большое за доклад. Оставить указку. Спасибо. 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 Спасибо.